Уже почти год, как у меня возникла эта болезнь, карта-танус синдром. Когда перегородка защемляет этот нерв, из-за того, что ты слишком много работаешь рукой, происходит также перенапряжение руки. Когда твоя рука нуждается в отдыхе, но ты не можешь дать этот отдых, потому что у тебя слишком много работы, потому что у тебя хобби, ты не хочешь все это бросать. Я помню, когда у меня стали боли в руке, я обратилась к врачу, и врач мне выписал лекарство, которое уменьшает боль. Но мне это не помогло на 100%. Также я надевала гипс, такую гипсовую повязку, которая помогала мне держать руку в неподвижном состоянии, но это тоже не помогло мне на 100%. Также, конечно, есть хирургический способ. Но я уверена, что вот этот самый лучший способ карты-салучин, который помог мне, и я могу 100% сказать, что он мне помог, и сейчас у меня нет той боли, которая была раньше. И вот это я могу с уверенностью сказать. То есть та боль, которая у меня была на протяжении уже года, и как полгода я использую этот карты-салучин, у меня уже той боли нет. И в этом отношении я очень-очень рада. Я благодарна. Когда у меня возникла болезнь в этой руке, в правой руке, боль, покалывание и немение, так что боль доходила даже до подплечья, до плеча, и предплечья, и также боль в руке, я нашла сайт в интернете об карпал-танал-салучин. Есть разница между карпал-танал-синдромом и просто перенапряжением руки. Между ними есть разница. Ты работаешь, ты перенапрягаешь руку, просто потому что ты очень много работаешь, тебе нужен необходимый отдых. Рука требует, чтобы ты отдал отдых, передышку в своей руке. Но также есть другой симптом, когда именно перегородка сжимает нерв. Из-за этого множества, из-за того, что ты очень много работаешь, вот это перенапряжение может перерасти в этот карпал-танал-синдром. И, конечно, есть решение, которое мы говорили о том, что вот этот пластырь, он помогает, он растягивает сухожение, растягивает, и помогает освободить этот нерв, который был защемлен перегородкой. То есть вот в таком виде. Здесь мы режем его, и натягиваем, и спим ночью, и он растягивает. И так продолжаем мы несколько, некоторое время. Конечно, есть какие-то последствия, могут возникнуть последствия, например, как у меня было небольшое покраснение, но это бывает в редких случаях, это просто потому что воздух не поступает, и кожа нуждается в воздухе, и когда ты очень много надеваешь этот пластырь, без передышки, без перерыва, у тебя может возникнуть небольшое покраснение, также вот здесь мозоль, но эти все маленькие вещи, они проходят. То есть нужно просто сделать небольшой перерыв, и все. Но не так уж и много требуется, долго требуется для того, чтобы боль в руке спала. То есть мало времени требуется. Например, у меня это было около... Две недели я подряд надевала карту Танма-синдром, и через две недели у меня уже боль совсем спала. Так что, ну, конечно, у меня возникла... Здесь это мозоль, она потом... Этот мозоль прошел, потом у меня возникло небольшое покраснение кожи, просто потому что нужно... Можно положить материал какой-то, чтобы не было вот этого покраснения. Но ты можешь всегда позвонить и спросить, так как здесь никто не знает о карпе Танма-синдроме, вот эту болезнь не знают, но о решении не знают. Я связалась именно с ними через интернет, по телефону, и мне дали ответ, как выйти из этого. То есть можно положить материал и сделать небольшой перерыв. И так и получилось. То есть я полностью вышла, и у меня прошли все эти симптомы, все эти последствия, которые не очень значительные, они не серьезные. И так же, когда я заказала карпе Танма-синдроме, он очень быстро пришел мне по почте. То есть это было на самом деле очень быстро. И люди всегда готовы тебе помочь, всегда ты можешь позвонить бесплатно по этой линии, и тебе всегда дадут ответ, и всегда помогут советом, или каким-нибудь вопросом, которые тебе дадут ответ на этот вопрос. Поэтому я очень благодарна. Я рада, что я использовала этот карпе Танма-синдром и Солушен, и он мне избавил от этой болезни, и он избавляет. Без всяких других эффектов, которые могут вам быть неприятными. Поэтому я благодарна. Вот что пишет врач, с которой я советовалась насчет карпе Танма-синдрома болезни руки. Объяснение изобретателей очень логично и должно работать. Ведь если взять те же лангеты, то есть мини-шинки на запястье, направлено на уменьшение сдавления нерва. Это изобретение тоже направлено на уменьшение того же самого сдавления, но более мягкое в течение сна, так как текстура более мягкая и не будет мешать спать. Прикрепление в трех местах растягивает сухожилие и снимает напряжение в области сдавления нерва. А то, что это мягкое растяжение происходит во время сна, еще более привлекательно для пациента. Меня зовут Юлия, я из Азербайджана. Я хотела бы вам сегодня рассказать о карпе Танма-синдрома. Карпе Танма-синдрома это помощь людям, которые страдают от болезни, которая называется карпе Танма-синдром. Карпе Танма-синдром может возникать во многих случаях. Например, один из случаев, когда ты работаешь за компьютером, и ты очень долго работаешь, и много работаешь. Это один из примеров, когда человек может заболеть этой болезнью. Карпе Танма-синдром. Другая, это то, что все любые деятельности, которые есть, и они связаны с рукой, то есть ты работаешь очень много, и очень много работаешь рукой, например, за компьютером, или же ты играешь на гитаре, или же ты делаешь какие-то, например, лопатой работаешь очень много, у нас возникают боли в руке. Эти боли, они могут быть такими сильными, что человек не может даже спать ночью. То есть эти боли возникают. То есть происходит то, что нерв, перегородка зажимляет этот мир, и человек не может, у человека возникают такие симптомы, как боль, или же немение, или же покалывание в руке. И как бы одно из решений этой проблемы, это карта Танма-синдром. Это вот такой пластырь, который помогает. Как его называют? Это для правой руки. Есть еще для левой руки, но у меня сейчас именно проблема с правой рукой. Как мы надеваем? Мы берем, вначале, накладываем его на руку, и мы должны порезать вот эти кончики. Старайтесь порезать их так, чтобы когда вы положили, наклеили бы на свою руку, натянули бы на свою руку. Значит, мы снимаем вот эти наклеечные бумаги, и мы прикрепляем, наклеиваем его к руке, на руку. Вот эта середина, вот эта точка, которая находится здесь, она говорит о середине, о том, что она должна быть в центре вашей руки, и от этого центра мы натягиваем его в разные стороны. Вот этот круг должен быть в центре. И вот эту часть мы прикрепляем вот сюда, между пальцем, между указательным и большим пальцем. вот так вот мы делаем. Очень важно, чтобы вот эта точка была в середине, от него мы натягиваем. Значит, мы это большим указательным пальцем и по краям. Но вот здесь очень важно, чтобы все вот эти три, они не соприкасались друг с другом. То есть, поэтому мы и порезали ее, для того, чтобы вот они не прикасались друг с другом, не соприкасались. Вот так вот мы надеваем. И спим ночью.